Президент Алан Гаглоев находится с рабочим визитом в Чеченской Республике, где принимает участие в мероприятиях в рамках проведения Дней культуры Республики Южная Осетия. В ходе визита Алан Гаглоев встретился с Рамзаном Кадыровым. Встреча проходила в резиденции главы Чеченской Республики. В сопровождении высокопоставленных лиц региона Алан Гаглоев посетил мемориальный комплекс славы имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова, где гости возложили цветы к плите памяти. Далее члены югостинской делегации посетили музей Ахмата Хаджи Кадырова. Гостям провели экскурсию по музею, рассказали об экспозициях, о жизни и деятельности первого президента. Алан Гаглоев оставил памятную запись книги пожеланий. По завершении экскурсионной программы состался пресс-подход. Журналисты интересовались у Алан Гаглоева впечатлениями от города, а также дальнейшими перспективами сотрудничества Южной Осетии и Чечни. В Чеченской Республике мы находимся первый раз по приглашению главы Республики Тамзана Ахмата Хадырова. Честно говоря, не скрою, мы все очень приятно удивлены, что в такие короткие сроки город строится, и мы видим, что есть законченные объекты, как Киевский центр, города здесь обустроены. Строятся еще очень много объектов. Сейчас мы посетили зеленый комплекс имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Хадырова. Нам показали, и очень удивился. Они воссоздали его рабочий кабинет. И практически на столе у него находится последний подписанный им документ. Душа каждого человека, когда видит такое, наполняется гордостью. Я рад за моих чеченских братьев, что они ценят свою историю, помнят те трудные моменты, через которые им пришлось пройти. А если бы они это не помнили, такого сегодняшнего дня бы, конечно, нет. Мы радуемся. Видимо, погода тоже располагает, чтобы мы посмотрели и город. Алан Гаглоев добавил, что с Рамзаном Кадыровым будут обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления двусторонних взаимоотношений. Вопросы будут, конечно, в плане развития, в плане взаимодействия, в плане укрепления тех связей, которые сложились между нашими республиками. Есть вопросы и у югостинской стороны, и у Чеченской республики, но вопросы исключительно рабочего порядка и развития и укрепления вот таких дружеских и братских отношений, которые сложились между нашими народами. Конечно, настрой у нас такой правильный, братский. И когда настрой и отношения друг к другу бывают вот такие, результат бывает обязательно. Далее югостинскую делегацию пригласили в мечеть «Сердце Чечни». Президент ознакомился и с достопримечательностями Грозного. Гости дотрагиваются правой рукой и скидывают в себя весь... А можно, если не гость, тоже скинуть? Конечно, у нас... Вот так? Да, 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 вот отронутся. Это прям такая вот традиция. Да, не были ли в туризме? В туризме, в туризме. Представитель Министерства туризма подробно рассказал о значимости объектов и их истории. К празднику Восвященного месяца Рамадан здесь были полумесяца цветой, так вот тематика исламская. Вот сейчас уже летний сезон появились такие вот зонтики. Причём тематика постоянно меняется. Под Новый год, соответственно, другая будет с невероятной подсветкой. На бульваре имени Махмуда Исымбаева в Грозном открылась постоянная фотовыставка. Здесь снимки разрушенного и восстановленного Грозного. Глава государства поблагодарил всех за познавательную прогулку. Сегодня полноценный и очень профессиональный сезон. Спасибо вам за это. Глава Югостинского государства также примет участие в торжественной церемонии закрытия Дней культуры Республики Южной Осетии в Чеченской Республике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин